В Алматинской области жители многоэтажки жалуются на новый лифт. В доме он словно как бесполезный предмет интерьера. С тех пор, как новостройку сдали в эксплуатацию, подъемник не проработал ни дня. Его не подключали якобы из-за того, что дом был заселен не полностью. А позже выяснилось в механизме какая-то неисправность. Теперь инвалиды, многодетные пенсионеры каждый день пешком преодолевают высоту. Возмущенных выслушал наш корреспондент Денис Брагин. Жители одной из новостроек Каскелена вышли на улицу, чтобы пожаловаться. В их семиэтажном доме установлен неработающий лифт. Он здесь просто дополняет дизайн интерьера. Лифт в этом доме не средство передвижения, а злая насмешка. От подъемников многоэтажки никакого толку. Устройство не работает. Людям приходится подниматься и спускаться пешком. А между тем здесь живет много пожилых, многодетных и инвалиды. И для них каждая такая прогулка – мучение. В доме живет порядка двухсот человек. Половина из них многодетные. Некоторые – инвалиды. Одна из таких – Алтынгуль Куйчикова. У нее пятеро детей и вторая группа инвалидности. Бескрайней необходимости женщина на улицу не выходит. Говорит, каждый шаг ей дается с большим трудом. Особенно тяжело подниматься на свой этаж. Лифт не подключен. Можно сказать, его в доме нет. Мне и так ходить трудно. А подниматься с детьми вообще невозможно. Я элементарно продукты не могу донести до квартиры. Жилой комплекс Карлгаш начали заселять около года назад. Лифт должны были подключить еще тогда. Но этого не произошло. Якобы потому, что дом наполовину пустовал. А когда наконец заполнился, выяснилось – подъемный механизм неисправен. Когда 70% заселения будет, мы сразу же подключим лифт. Но 70%, когда заселились теперь, сказали, когда 100% будет подключения, только тогда мы подключим лифт. Мы начали, жители все требовали, спросить по поводу лифта, когда вы подключите. Они нас отправляют, застройщик говорит, это КСК отправляет. В общем, друг друга ссылаются, а мы тут, жители, и здесь остались без лифта. У жителей есть и другие претензии к кооперативу. Люди утверждают – организация самовольно завышает тарифы на комуслуги. Причем в документах изменение цен никак не фиксируется. Насчет тарифа ЖК «Карлгаз» существует и ПКарлгаз-сервис, то есть наша КСК. Нам счета выставляют незаконно, то есть у них тариф не дифференцированный с законом. Завышены тарифы, они сами ставят цены. То есть в октябре месяце за мусор у нас было 250 тенге с человека, в ноябре месяце вдруг стало 330 тенге. В КСК, конечно, все отрицают. Там уверяют, на цены влияют совершенно другие моменты. Мы дополнительное соглашение с жителями собираем в тех случаях, когда компания нам, обслуживающая компания, нам завышает тариф. Но сейчас завышения тарифов у нас нет, у нас не происходило. Единственное, что мы, которая компания нам выставляет сумму, мы ее просто не добирали. И сейчас мы просто эту сумму мы делим на дома, а внутри дома мы уже делим на численность населения. Что касается лифта, жителей успокоили. Этой проблемой уже занимается сервисная компания. Запустить подъемник обещают в недалеком будущем. В ближайшие где-то 2-3 месяца мы должны уже запустить этот лифт. И также я хочу сказать, что с 2021 года каждый дом должен уже создать свое оси. После создания, через 2-3 дня мы этот лифт запустим. А вот пока дом не передали оси, ответственность за запуск лифта на комнате? Пока нам не добудет. От обещаний жители устали. Со своими проблемами они уже обращались в Акимат. Но результата нет. Теперь новоселы просят помощи у вышестоящих властей. Денис Брагин и Думанда Улетбакулы. КТК Алматинская область. КТК Алматинская область.